Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и настоящие преступники. Глава пятая. Острые ногти Элизы глубоко впиваются в кожу, а ее пальцы запутываются в твоих волосах. Позволь мне прояснить ситуацию, маленькая стерва. Я королева Даунрайт Хай. И любой, кто попытается это спорить, не уйдет безнаказанным. Ты поняла это? Элиза. Ее пальцы еще глубже врезаются в твою голову, затем она поворачивается к одной из своих шестерок. Но еще и не одна жесть. Аннабель, следи за дверью. Джей Дин, ты остаешься со мной. Дверь под наблюдением, Элиза. Я на готове на случай, если она вздумает устроить еще какие-нибудь неприятности. Ты слышишь только не каблуков Аннабель, а тем временем Джей Дин угрожающе встает рядом с Элизой. Хорошо. Ну, маленькая стерва, я что-то не услышала твоего ответа. Скажи, ты понимаешь, что я говорю? Что мне делать? Потребую, чтобы она убрала руки. Я, черт возьми, клянусь, Элиза. Тебе лучше отпустить меня, иначе... А иначе что? Расскажи-ка мне. Я так боюсь того, что ты можешь сделать. Я разобью твою чертову рожу и сломаю тебе нос. Нет, если я первый сломаю твою маленькую мордочку. В следующее мгновение Элиза толкает тебя к зеркалу, прижимая твое лицо к собственному отражению. Давай, шавка, почему бы тебе хорошенько не посмотреть, какая ты страшила? Да, ты уродливая псина. Так с чего бы, черт возьми, парням из Даунрайт Хай вообще на тебя смотреть? Особенно таким парням, как Колин. Он принадлежит королеве вроде меня. Элиза, мне плевать на твою личную жизнь. И если это драка из-за Колина, то ты просто ничтожество. Ничтожество? Я? Никогда! Гнев закипает в тебе, пока Элиза продолжает руку и прижимает твое лицо к зеркалу. Скажи же мне, маленькая стерва, кто королева Даунрайт Хай? Элиза больно заламывает тебе руки за спину, а рядом с тобой хихикает Джидин. Ну же, шавка, просто ответь на вопрос, кто королева Даунрайт Хай? Блин, ну пожалуйста, давайте ей что-нибудь сделаем, как-то отомстим. Это отребье реально напрашивается на то, чтобы ее поставили на место. Она понятия не имеет, с кем связалась. Я? О, да. Надеру ей задницу, потому что королева тут я. Я мамочка. Ты сама-то знаешь, кто королева Даунрайт Хай? Элиза хихикает в ответ на твой вопрос, наклоняясь вперед, и ты видишь ее мерзкую улыбку в зеркале. О, я-то в курсе, кто королева. Просто хотела убедиться, что ты знаешь. Что ж, ничего ты не знаешь, Элиза. Что ты имеешь? Элиза вскрикивает, когда ты ногой выбиваешь ее из равновесия, подставляя ей под ножку и толкая на пол. Тварь, как ты посмела тронуть Элизу? С диким воплем Джидин бросается вперед в попытке прижать тебя обратно к раковинам. Мало того, что идиотка, еще и дилетант. Я, хе, ух, я не буду миленькой сейчас. Уклонюсь влево и ударю ее в живот. Сдохни, тварь, сдохни! Когда Джидин бросается на тебя, ты чувствуешь, как мир вокруг тебя замедляется, и ты словно впадаешь в состояние покоя. Она безрассудно несется на меня. Я уклоняюсь влево и врежу ей кулаком, когда она пролетит мимо. Как только Джидин оказывается достаточно близко, чтобы схватить тебя, ты уворачиваешься от ее когтей. И сейчас. Уклонившись, ты с размаху бьешь кулаком прямо в живот Джидин, вышибая из нее дух. Ух! Джидин падает мешком на пол, а ты победоносно ухмыляешься. Стерва! Ты заплатишь за это! Ой, мне кажется, или ты это уже говорила. Тущие руки Элизы обхватывают твою шею, и ты понимаешь, что она пытается тебя придушить. Как ты смеешь драться со мной? Я здесь королева! Ты преклонишься перед королевой! Боже, есть же такие в жизни, наверное, конченые, да? Да, что мне сделать, чтобы вырубить эту тварь? Двинуть ей в кишки. Ой, даже звучит так. Разбить лицо. Ну, если кулаком, то норм. Главное, чтобы не раковину. Иначе это очень опасно. А так она с фингалом походит, и все будут понимать, что произошло. Разбить лицо, блин, это вообще мне не свойственно, но мы будем отстаивать себя. Они вообще охренели, Три. Ты даже не реагируешь на этот пронзительный визг Элизы. Вместо этого ты резко откидываешь голову назад и разбиваешь ей лицо, отчего она вяжет еще громче. Ты, получается, моей головой ей, как эти футболисты. Ааа, как ты смеешь! Как я смею? Со смехом ты поворачиваешься и толкаешь Элизу на пол, а когда она всхлипывает, хохочешь еще громче. Смею, потому что я королева. Ну, а ты... ты... мусор. И тебе пора уяснить свое место в пищевой цепочке. Тяжело дыша, ты поднимаешься на ноги и свирепо смотришь на своих противниц. Офигеть, одна, а я как-то пропустила, третья вообще не участвовала, а она там следила. Я вот что скажу. Не связывайтесь со мной, мать вашу. Стоит этим словам сорваться с твоих губ, как дверь в туалет распахивается. Это она! Я своими глазами видела, эта девчонка избивала моих подруг. А, вот третья, ага. Пока охранники заходят в туалет, Аннабель заливается фальшивым плачем. О нет, это нехорошо. Один из них, Энтони, кажется шокирован, увидев тебя. Хэли? Но его удивление быстро скрывается за профессионализмом. Он тяжело сглатывает и кивает. Руки за голову, мисс Ларсон. Мы задерживаем тебя за избиение двух учениц. Офигеть. Послушай, это была самооборона. Они ополчились против меня. Я не начинала эту драку. Энтони качает головой и достает наручники. Даже если это была самооборона, мы допросим всех, чтобы получить полную картину. Ты шумно выдыхаешь, чувствую, как на запястьях защелкиваются наручники. Я отведу тебя в комнату службы безопасности для досмотра на наличие оружия при тебе, а потом ты отправишься к директору. Звучит неплохо. Уж надеюсь, вы разберетесь с этим беспределом и отпустите меня. Но когда ты проходишь мимо хнычущей Лизы, она одаривает тебя гадкой и кривой улыбкой. Получается, это была подстава с самого начала. Ха! Улыбка, которая ясно говорит, я победила. Эта чертова стерва подставила меня. И вот ты сидишь на скрипучем деревянном стуле в тесном кабинете директора, где и без того невыносимо душно. Энтони стоит у тебя за спиной, а второй охранник караулит у двери. Я начинаю нервничать, просто сидя здесь в ожидании. Надо что-то поделать, ну а что? Я... Забавный вариант, поерзаю на стуле. Поговорю с Энтони. Не я начинала эту драку, Энтони, пожалуйста. И Лиза меня подставила. Эй, никаких разговоров, пока не приедет директор Вуд. Ты оборачиваешься и хмуро смотришь на охранника, стоящего у двери, но Энтони протягивает руку и касается твоего плеча. Не волнуйся, у тебя будет возможность объясниться, когда подойдет директор Вуд. Энтони одаривает тебе мягкой, бодряющей улыбкой, прежде чем отвернуться. Проходит несколько долгих минут, и дверь наконец открывается. Входит директор Вуд. Привет, привет. Прошу прощения за опоздание. Нужно было отлучиться навстречу. Я не рассчитывал, что она продлится так долго. Ну, вид у него добренький весьма. В присутствии директора Вуда ты непроизвольно напрягаешься и с подозрением оглядываешь его хмуря брови. Выглядит он не таким уж и устрашающим. Директор Вуд обходит свой стол и с улыбкой протягивает тебе руку. Хэлли Ларсон, верно? Рад с вами познакомиться. В принципе, Энтони прав. Не стоит наживать себе врагов, особенно в лице директора школы. Да и кроме того, если я докажу, что стараюсь вести себя подобающим образом, то, возможно, и не получу сурового наказания. Я... Понятно, за алмазы. Хорошо, когда они есть. Уверена, пожму директору Вуду руку. Я тоже рада познакомиться с вами, директор Вуд. Ты уверена, с улыбкой протягиваешь ладонь и твердо пожимаешь руку директору Вуду. О, крепкое рукопожатие, Хэлли. Весьма уверенное, но не высокомерное. Директор Вуд одаривает тебя улыбкой, прежде чем сесть за стол. Можно многое узнать о человеке по одному только рукопожатию. Вы знали об этом? Ну, обычно так судят мужчин. Как бы женщинам не особо принято пожимать руки. Нет? Я не права. Хм... Вообще-то да. Именно поэтому я решила пожать вам руку, чтобы продемонстрировать свою невиновность. Мне нравится ваша смелость, но пусть факты говорят сами за себя. Когда директор Вуд протягивает руку к твоему личному делу, Энтони легонько толкает тебя локтем. Молодец, так держать. Это окупится позже, я обещаю. Я всего лишь хочу показать, что мне нечего скрывать. Потому что я невиновна. Ну, ты произвела хорошее впечатление. Думаю, у тебя все будет хорошо. Вытащив папку с твоим именем, директор Вуд кладет ее на стол, но не открывает. Итак, что вы предпочитаете, Хэлли? Расскажите сами или позволите уликам говорить за себя? Я... расскажу. А почему бы мне не постоять за себя? Директор Вуд кивает, и ты различаешь слабую улыбку, когда он откидывается назад. Тогда, пожалуйста, расскажите мне, что случилось. Случилось то, что я занималась своими делами. И это все? Практически. Я занималась своими делами, как вдруг эта стерва напала на меня. Посмеиваясь, директор Вуд, понимающий, кивает тебе. Девушки, которые напали на вас здесь, в Даунрайт Хай, известные задиры. Мы делаем все возможное, чтобы держать их в узде, но время от времени они выходят из-под контроля. Это еще мягко сказано. Она схватила меня за волосы и впечатала лицом в зеркало. Все гораздо сложнее, чем вы думаете, Хелли, но судя по тому, что произошло... И еще, судя по вашему достойному рукопожатию, смею полагать, что вы хорошая девушка. Странно, он делает выводы. Ну ладно, главное, что в нашу пользу. Подождите, что? Вы попали в скверную ситуацию с девушкой, коей тоже приходится нелегко. То, как вы срываетесь на меня, возмутительно, но я отдаю себе отчет, почему это происходит. Так, алло, я не срывалась на тебя. Я думаю, что неделя общественных работ поможет вам взглянуть на вещи с другой точки зрения. Неделя? Еще скажите, что с ней в паре. Да, неделя. Кстати, ваше рукопожатие избавило вас от трехмесячного наказания. И, что немаловажно, еще и от занесения этого инцидента в личное дело. В конце концов, ваше первое нарушение оказалось самообороной. Директор Вуд, я этого не ожидала. Но прошу не злоупотреблять моим доверием, ладно, Хелли? Я постараюсь этого не делать. Я буду хорошо себя вести. Мистер Вуд одаривает тебя дружелюбной улыбкой, а после кивает. Было приятно познакомиться с вами, мисс Ларсон. Я надеюсь, что у нас представится возможность поговорить еще раз. Прежде чем ты успеваешь ответить, он поворачивается к Энтони и также кивает ему. Энтони, пожалуйста, проведи мисс Ларсон обратно в общежитие. Будет сделано, сэр. Когда Энтони сопровождает тебя из кабинета, ты напоследок оглядываешься на директора Вуда. Этот директор Вуд кажется... нормальным. В смысле, он как будто пытается быть милым, хотя, может, про него больше, кроме как нормальный, ничего и не скажешь. На следующее утро ты просыпаешься и, пошатываясь, бредешь к своему шкафу. Я хочу накинуть что-нибудь хорошенькое и пойти в класс. Пожалуй, я выберу. Кстати, это третья история, которую я прохожу в Чаптерс. И впервые так часто моя героиня хочет переодеваться. Крутое и милое. Ммм, женственно. Ну, пусть пойдет в маечки, крутое и модное. Кстати, бесплатно. Великолепно. Мне не нужно что-то доказывать или впечатлять кого-то, по крайней мере, пока. Ты входишь в класс английского языка и видишь Колина уже сидящим за вашей партой. Так, 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 посмотрите-ка, кто это умудрился пережить заварушку, о которой я только что слышал. С улыбкой Колин небрежно откидывается на спинку стула и в его бушующих глазах играют веселые искорки. Как обычно, все его пальцы в краске, как будто он только что закончил очередной художественный шедевр. Хмм, ведет себя так, словно это не он вчера явился сюда, как тикающая бомба. А я-то думал, тебя отстранят за то, что ты так избила Элизу и Джадин. Боже, Колин, спасибо, что веришь в меня. Колин смеется над твоими словами, пустым, но веселым смехом. На его губах появляется хитрая улыбка чеширского кота. Я даже в себя не верю. С чего бы мне верить в тебя? Может, потому что хорошо бы это изредка делать? Ну, кстати, они не прорисовали никакую улыбку чеширского кота, и этого реально очень не хватает, ну, для образа. Сколько раз мы будем повторять? Я не делаю ничего хорошего. Ты замечаешь слабый таинственный блеск в глазах Колина, когда он наклоняется вперед и глядя тебе прямо в глаза. Приятно знать, что ты все еще здесь. Не хотелось бы, чтобы ты пропустила вечеринку в пятницу. Ты удивленно выгибаешь бровь при слове «вечеринка» и при виде улыбки на лице Колина. Мы вообще-то даже не помирились, чего мы разговариваем. Не понимаю, то ли он просто болтает, то ли флиртует, то ли это его обычное странное поведение. Может, мне пофлиртовать с ним? Надеюсь, не опозоримся зазря. Ты опускаешь сумку и садишься на свое место, одаривая Колина встречной улыбкой. Это что, волнение в голосе? Потому как у меня сложилось впечатление, что ты не из того типа людей, которые в восторге от вечеринок. Ты меня не знаешь, Хейли, так что не говори, к какому типу людей я отношусь. О, сразу кусаться. Я просто вспоминаю, как ты прятался на нашей первой вечеринке. Колин фыркает, но ты подмечаешь, как его взгляд скользит от твоих глаз, губам и обратно. Ммм, губам? То была одна вечеринка. Трудновато судить о ком-то, исходя из одного единственного вечера. Ну, судя по той вечеринке, мне показалось, что ты другой. Колин шмыгает носом, а потом усмехается с удивленным недоверием. Другой. Какое-то очень расплывчатое определение. Другое в твоем понимании, это хорошо или плохо? Можешь интерпретировать это как тебе угодно. В таком случае я буду расценивать это как плохо. Подожди, что? Нет же! Эй, сама сказала, мол, интерпретируй как хочешь. От слов Колина хочется закатить глаза, но ты ищешь в его взгляде ту боль, которую подметила в нем вчера. В его глазах есть что-то захватывающее дух, одновременно грустное и таинственное. Колин, как дела? Колин моргает в ответ на твой вопрос, словно застигнутый врасплох, потом поднимает глаза и отводит взгляд. О чем ты говоришь, черт побери? Хорошо у меня дела. Как это? У тебя же вечно все плохо и ты самый плохой в мире человек. После того, что случилось вчера... Ты заигрываешь со мной, чтобы попытаться узнать меня получше? Что? Нет! Нет, это не так! Колин смеется, а потом подмигивает тебе, вращая ручкой. Если это так, то я могу сказать одно. Повеселись на вечеринке в пятницу. Подожди, разве ты не собираешься на вечеринку? Теперь, когда я знаю, что ты там будешь? Нет. Вот же хамло, блин, опять! Слова Колина совсем не вяжутся с веселой бурей в его глазах. Просто не понимаю, он флиртует со мной или просто шутит. Ох, как же бесит! Колин, признайся, тебе не терпится меня увидеть. Да ну, думаешь, я буду рад тебя увидеть? Говоря это, Колин наклоняется к тебе и тебя обдает запахом свежей краски и сигарет. Фу, кошмар! Даю тебе неделю. Неделю? На что? Доказать мне, что ты такая же, как и все остальные девушки в Даун Райт Хай. Ты мрачно смотришь, как Колин отстраняется, но все, что ты видишь, это его хищную улыбку. Послушай, Колин, ты полная скотина. Ты меня не знаешь? Нет, в таком случае докажи. Прежде чем ты успеваешь что-то ответить, мистер Джонстон хлопает в ладоши, привлекая всеобщее внимание. Хорошо, класс. Пожалуйста, обратите внимание. Впереди у нас важный экзамен, и я хочу, чтобы все посмотрели сюда. В следующие полчаса ты делаешь заметки об отношениях мистера Дарси и Элизабет Беннетт. Я всегда знала, что гордость и предубеждение – это романтично, но не этот ром. Звук храпа прерывает твои мысли. Ты поворачиваешься и видишь, что Колин крепко спит рядом с тобой. О нет, это нехорошо. Ты не можешь не заметить, что даже во сне Колин, обхватив голову руками, выглядит встревоженным. Буря бушует не только в его глазах, но и в его душе. Итак, кто поможет мне рассказать о характере Элизабет в гордости и предубеждении? Ты видишь, как взгляд мистера Джонстона скользит по головам учеников. О нет, надо разбудить Колина до того, как мистер Джонстон заметит его спящим. Я разбужу Колина. Колин! Не спуская глаз мистера Джонстона, ты толкаешь Колина локтем, надеясь, что этого достаточно. Колин, проснись, пожалуйста! Ты косишься на Колина и понимаешь, что сколько бы ты его ни толкала, он все равно не просыпается. Наверное, всю ночь не спал? Он из тех сонь, которые могут проспать все на свете. Нужно предпринять что посерьезнее, чтобы разбудить его. Что мне сделать? Ткнуть его в ребра? Ну, это будет менее заметно, мне кажется. Уж не знаю, боится Колин щекотки или нет, но буду надеяться, что боится. Ты осторожно протягиваешь руку и тыкаешь пальцем Колину вбок. После первой тщетной попытки ты тыкаешь его снова. Колин резко просыпается, когда ты поднимаешь палец и быстро шикаешь на него, прежде чем указать на переднюю часть класса. Что за... Заметив, что ты показываешь куда-то, Колин прослеживается твоим пальцем до мистера Джонстона и выгибает бровь. Впрочем, этот взгляд Колина не укрылся от мистера Джонстона. Ах, Колин, не могли бы вы перечислить те качества, которые привлекают мистера Дарси в Элизабет? Колин морщится и на мгновение тебе кажется, что он снова впадет в ярость. Может, спросишь у меня что-нибудь посложнее, Джонни? Элизабет Беннет решительная, независимая, умная женщина, немного наивная и жизнерадостная. Вот так-то, да? Оказывается, Колин умеет читать книги и даже их анализировать. Когда он говорит это, ты не можешь не заметить, что Колин мельком взглянул в твою сторону. Хм, это было просто, не так ли? А теперь следующий вопрос. Когда мистер Джонстон отходит, Колин пристально смотрит на тебя. Зачем ты меня разбудила? Эм, можешь не благодарить. Вообще-то, умей с ней всего сказать человеку, который выручил тебя из неприятностей, спасибо. Но в следующий раз не буди меня. Хочешь попасть в неприятности? Хочу поспать, ясно? Между тобой и Колином воцаряется тишина, прежде чем ты разочарованно выдыхаешь. Ладно, как скажешь, больше и пальцем не пошевелю. Когда ты отворачиваешься к своей тетради, ты чувствуешь, как тебя сверлит грозный взгляд Колина. Стоит тебе посмотреть на него, как он отводит взгляд, словно гордость не позволяет ему поблагодарить тебя. Он такой вспыльчивый, такой холодный и... сломленный. Вечер пятницы стремительно приближается, и вот уже ты в комнате с Имаджин. Ух, пришло время тусить! Ты смеешься, когда Имаджин швыряет платье за платьем на свою кровать в поисках того самого. После такой напряженной недели, все, что мне надо, это расслабиться и отдохнуть. Или стряхнуть стресс с помощью пары кружек пива и зажигательной музыки. Ты смеешься, глядя, как Имаджин приплясывает, чтобы раззадорить вас обеих перед сегодняшней вечеринкой. Имаджин, ты здорово танцуешь! У меня вообще нет уверенности, что я смогу повторить твои маневры. Что? Нет-нет, что тебе надо? Это парень, который умеет танцевать. Он покажет тебе, как это делается. Мне не нужен парень, чтобы учить меня танцевать. Ой, нет, конечно, но когда у тебя есть парень, который знает, как двигаться, все сразу получается. Имаджин смеется, скрупулезно выискивая самое откровенное платье. Чейз будет в восторге. Чейз был бы в восторге, если бы мы оказались наедине, а это платье лежало на полу в его комнате. Имаджин! Имаджин снова смеется, а потом смотрит на тебя сияющей улыбкой. Итак, теперь рассказывай, ты на кого-нибудь положила глаз? Однако, как только Имаджин задает этот вопрос, раздается громкий стук в дверь. Погоди, ты же никого не приглашала сюда? Стук усиливается, ты тяжело сглатываешь и качаешь головой. Ой, нет, неужели охранники прознали о нашей вечеринке? Я не думаю, что прознали. А давайте погадаем, кто это? Может, Кулин пришел? Типа, ну ты идешь там на вечеринку. Ну я просто передумал. Или может, это коза пришла? Забыла, как ее зовут. Эмили? Нет, могу ошибаться. Элиза. Которая на нас нападала, типа, как-то попытаться позлорадствовать снова. Не знаю. Очень будет интересно узнать, кто же к нам пришел. Друзья, плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok